Знаете, как ловят русских шпионов за границей? Ну, конечно. У туалета. Проверяют. Пока наши выходят и ширинку застёгивают. Ни один из странствий не делают. Да, именно так. Владимир Ильич, и я так делаю. Вот я про то же. Все мы так делаем. Это только ваши так делают. Я, Антон, ещё раз. Остальные уже давно так не делают. Как немецких шпионов ловят. Они не застёгивают ширинку вообще. Заходят по ригмастерам и говорят, какой у вас сегодня одеколон мужской? Нас никто так не спрашивает. У нас один одеколон, тройной, всё. Или шипр. То есть, когда люди не знают обычаи, тогда, естественно, они себя не умеют вести. Они не знают. Они не виноваты. Нужно готовить специалистов. Я правильно понимаю, что в парикмахерской, в последний раз, вы были в 1973 году? Я вам говорю ещё раз. У нас шутить умеют. Наши юмористы начинают делить имущество. Миллиард стоит. За шутки, за анекдоты заработали вдвоём миллиард рублей. Главный редактор одной газеты тоже разводится. 30 миллиардов. Это где в какой стране мира есть? Это сумасшедшие только могут. В других странах мира и побольше. Инженер работает, работает, никаких денег нет. А здесь шутки, анекдоты. Миллиарды, миллиарды. Грязные газеты. 30 миллиардов. А руководители партии... Как бы у всех журналистов одно желание. Покопаться в чужом белье. Это вы начали копаться. Залезть в желудок. Я вообще не... Залезть в ширинку. Только одно. Где кто с кем спал, где чего. Вы только что говорили. Только что вы выдали весь этот текст. А вы не журналист. Вы только что взяли и выдали весь текст. Я вопросов не задаю. А вы сразу диагнозы ставите. Вы себе предоставили право спрашивать. А мы не желаем, чтобы вы нас спрашивали. Вы что, следователи? Да. А мы не хотим. А мы будем. Вот и всё. Поэтому бардак в стране будет. Бардак. Закончили в 90-е годы. С этим трудно поспорить. Органы безопасности пережили большую череду реорганизации, перетрубации, сокращения вывода личного состава за штат. Но с того времени прошло уже, слава богу, много времени. И за этот период времени подросли совершенно иные кадры. Иные люди. Люди уже абсолютно современные. Есть традиции советского времени. Есть и очень хорошо. И вчера был день рождения Феликса Идмановича Держинского 11 сентября. Я знаю, что в многих кабинетах это отмечали. Но в рамках приличия я, например, считаю, что это очень правильно. По крайней мере, в моём понимании. То, что сегодня... Держинского? Да? Кровавый палач. Давайте мы с вами потом... Понятно. И вы сто лет спустя продолжаете отмечать его день рождения. Я рад, что вы... Поэтому мира и демократии у нас не будет. Я вас не перебивал, пожалуйста. Не перебивайте меня. Не перебивайте меня, пожалуйста. Это палач нашей страны. Не перебивайте меня. Вы меня не перебивайте, пожалуйста. Я вас не перебиваю. Надо отметить всё-таки разные вещи. Ведите себя достойной прилички. Вы не учите меня, как вести себя. Но, тем не менее, к сожалению, не буду. Получили мандат снова? Да. Так, кстати. Да, получил. Не потому, что за вас народ голосовал. А за что же? Зато вы знаете, за что вы получаете. Ну-ка, расскажите мне. Ну, на самом деле, по подробнее в эфире. На самом деле, голосовал на... Почему вы в чужом регионе стали депутатом? Почему-то я в чужом регионе. Почему же я в чужом регионе? Почему не в чужом совсем? С какой стати вы в чужих регионах становитесь депутатом? Павел Иванович. Объективная работа антитеррористических подразделений и то, что количество терактов у нас в стране ничтожно, то, что их не происходит, а мы узнаем новости только о предотвращенных терактах, это результат нашей работы. Поэтому я просил бы вас и людей, которые подобные позиции излагают, все-таки быть объективными и корректными по отношению к тем людям, кто охраняет наш с вами покой. Вы нас будете учить. Нет. Вы что ли нас учите? Нет, Александр Ильич, я вас прошу. Так мы не желаем, что вы нас учите. Я вас прошу. Вы нам не удержали свое пожелание. И просить не надо нас. А вы вот один. Там пол Лондона, бывший советский генерал КББ и армии. А что у нас в Москве, где-нибудь есть британские генералы разведки? Хороший вопрос. Американские. Чего ж такие хорошие вы специалисты? Разъехались по всему миру. Хватит Лугас Кейнштейн. Вы разорили страну. Я? Разорили спецслужбы. Всех разорили. И все лучших или уничтожили, или они уехали. Скажите. А вот здесь мусор остался. Нет, мусор не остался. От часового тоже мы развалили. Понятно. Спасибо за оценку. Вот у нас все оценки он дает. Достаточно. Учителя от Ленина и Троцкого. И все такие же. Тоже национальности. Это глубокое, искреннее чувство со времен дебаты. Я постараюсь. Как это? У евреев, конечно, по маме, а не по папе. Но не отказывайтесь от своих национальностей. Постараюсь. С вами врач. Не отказывайтесь от своих национальностей. Я постараюсь. Ну как что? Это вы любите всех евреев записывать. Я русский. Понял? Все хорошо. Я русский. А вы евреи всех хотите записать вам. Все хорошо. Не хотим. И мы такого права не даем, русские. Понял? Хорошо. У нас стране... Вы евреи, поезжай в Израиль. А вы русские. Все. Ну не сейчас. Русские же... Евреи, евреи, евреи. Здесь Россия. Россия. Вот поезжай в Израиль. И там проявление говори. Надо отметить, что евреи живут в разных странах. Вот ты так и говоришь все время. Вот ты только бегаете по судам. По судам. Чикар. А вот я только спокоился. Главер Восеевич, Александр Алексеевич, спасибо за рейтинг, но спокойно. А я могу сказать так. А вот я... Больше я с ним ни в одной передаче не буду. Подлесись под лесом. Не ругай. Никогда не будешь. Не ругай. Никогда не будешь. Никогда не видишь. Хорошо. Вставайте. Тебе власть дает тебе мандат, а не народ. Не скрывай здесь все. КГБ дает все тебе. КГБ? Прокуроры. Потому что хорошо. На них работай, сливай информацию, какую нужно. И людей в тюрьму сажай. А ты здесь еще стоишь и начинешься. Чтобы одного мы не посадили. Вот именно. Вот именно. Чтобы закончить. Вот именно. Чтобы закончить. Подлость и гнудруй. Тему евреи. Вы ответите. За подлеца вы ответите. Александр Алексеевич. Владимир Владимирович. Спасибо. Может быть пранкли что-то сегодня ухудшит. Никогда не увижу. Я подлеца здесь. Ну вы в Думе будете вместе. Вы ответите за свои слова. Ну в Думе пускай ходит подача от меня. Вы ответите за свои слова. Да. И кстати, я еврей. В Израиль не собираюсь. Я русский еврей. Вот и хорошо. И оставайтесь. И не надо навязывать. Кто евреев. И никому не навязывай. Вместе обсуждаем национальность. Не обсуждаем. Хочешь обсуждать с другими, иди в баню. Там обсуждаем. Баня смешная. Если бы не хотел обсуждать. Так. Для отечественных спецслужб работа. Кои скрипаль. Давайте карли. Вот скрипалё. Вернёмся. Вот провокаторы. Они что нам делают. А, скрипали всё ерунда. Бегный пенсионер уже раздомлен. Я не постараюсь. Всё-таки. Каким домом здравоохранить. Кинштейны нам кровь портим. Кинштейны? Скрипали. Да.